Больше ясных дней, чем в Ялте или Судаке. Постоянный климат, который сохраняется благодаря кольцу гор. Сухое жаркое лето, практически без осадков. Эти и многие другие факторы привлекли внимание древних греков еще 25 веков назад. Идеальные условия для выращивания винограда. Позже уже русские виноградари по достоинству оценили перспективы Крымского полуострова. Видите, это и отрасль в Крыму, это хороший толчок для русско-сельского хозяйства Крыма. И надо как на федеральном уровне, и это уже делается, так и на региональном поддерживать именно тех производителей, которые прямо там на месте этим занимаются. Фестиваль крымских вин продлится до 18 марта включительно. Его уже посетили сотни человек. Известно, что продукция полуострова составляет мощную конкуренцию ведущим европейским брендам. В нюансах гостям фестиваля помогают разобраться специалисты. Белым вином можно дать подышать. То есть нужно открыть бутылку, чтобы она постояла хотя бы в районе 20 минут. Вино насыщается воздухом, и за счет этого вкус становится более сбалансированным и гармоничным. Крымские продукты и напитки стали активно насыщать российские рынки после воссоединения с полуостровом в 2014 году. Речь идет о массовом производстве, которое в ближайшие годы может создать в Крыму благоприятные условия для ведения бизнеса. Я в магазинах замечаю чисто крымские мясные деликатесы. Я думаю, в процессе со временем это действительно приобретет массовый характер. Потому что это наши субтропики, очень пригодные для всех видов хозяйственной деятельности. На фестивале представили около полусотни продуктов крымских погребов. Успех ярмарки оказался столь высок, что подобные мероприятия могут стать для Московской области традиционными. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.